Всем здарова, с вами BlackSky и мне выпала возможность сделать обзор на телефон Infinix Note 12 Pro. Это тот самый телефон, который рекламируют сами разработчики стендоффа, то есть Axel Bolt. Вместе с компанией Infinix они проводят всевозможные турниры, а в конце этого ролика будут кадры, где я лично приехал в Москву и был на LAN-турнире, который спонсировала именно эта компания. Infinix совсем недавно зашли на российский рынок, всего лишь один год, и за это время они успели сформировать огромную фан-базу вокруг своего бренда. Сегодня у меня в руках Infinix 12 Pro. Давайте сначала его распакуем, а потом о характеристиках. Ну что же, распаковочка, давайте откроем крышечку. Опа, тест на iPhone сразу же пройден, открывается просто замечательно. Сразу же у нас лежит телефон, его отложим. Нас интересует по комплектации, что здесь находится. Нам подарили вот такой вот чехольчик на первое время, это вообще просто замечательно. Отложим его тоже. И та самая легендарная зарядочка на 33 ватта. Она, блин, она достаточно большая, кстати. И в комплекте еще у нас есть проводок. В целом некоторые компании сейчас не кладут вот этот блок, поэтому то, что он есть, еще и на 33 ватта, это максимально круто. По коробочке все. И, ой-ой-ой, наш телефончик. Блин, вообще выглядит классно. В целом по комплектации все. У Infinix 12 Pro большой 6-7 дюймовый дисплей. Полезная площадь экрана 92%, а это значит, что никакие рамки мешать игре не будут. Телефон обладает процессором Mediatek Helio G99. Это новейший процессор, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. Новинка Infinix Note 12 Pro получил данный процессор одним из первых. Процессор с легкостью обеспечивает превосходство в мобильных играх и решает любые повседневные задачи. Камера на этом телефоне тоже отличная. Она обладает основным модулем на 108 мегапикселей, плюс 2 мегапикселя портретный модуль. И, конечно же, есть специальный режим ночной съемки. Я сделал пару кадров. Вот так они выглядят. Ночная и дневная съемки. И самая киллер фича – это зарядка на 33 ватта. Она обеспечивает заряд с 0 до 100% всего за полтора часа. Специально для игр есть оптимизация Monster Game Kit, которая позволяет включить несколько режимов. Есть три варианта оптимизации. Софт, высокая яркость и более четкая детализация теней. Классик – повышенная насыщенность цветов для реалистичного и иммерсивного геймплея. И самая крутая вибранта – максимально контрастная картинка для улучшения отображения мелких деталей. Из других приятных особенностей – это вес. Он составляет 184 грамма и телефон реально легкий. И из-за этого руки не устают играть. Это для игры действительно очень важно. По характеристикам вроде все просто замечательно, но я предлагаю перейти в стендов и проверить на деле, действительно ли так хорошо и приятно играть, как об этом говорят характеристики. Берем телефон и я предлагаю сразу же зайти в командный бой и начать разносить. Так, я зашел в игру, настроил себе кастомизацию и уже в командный бою начинаю давать вот такие хэдшотики неплохие. В конце этого видео я еще поставлю кадры, где я поехал в лан-турнир в Москву. Конечно же, я там тоже кое-что, парочку моментов подставил. И на самом деле, вот так забегая вперед, я просто в шоке от масштабов того, насколько уверенно Infinix залетает на российский рынок. Блин, у меня вообще жесть летит, кстати. Ну, пока что вот то, что я точно могу сказать – это максимально плавно, максимально плавно. То есть 59 FPS ни разу у меня еще не проседало, даже до 58. Очень плавно, меня правда убивают. Ну, скобчик раз, идем дальше. Зашли, убили, идем дальше. Убили, нормально. Пока что у меня только летит, у меня как будто встроены щиты здесь еще стоят. Опа. У-ю-ю. Не, пацаны, на самом деле играть реально достаточно комфортно. Играть реально комфортно, у меня сейчас игровой режим. Это значит, что мне не приведут никакие уведомления. У меня сейчас, а, наверное, на записи не знаю, будет ли видно. У меня сейчас стоит цветокорейца, о которой я вам говорил ранее. И она действительно приятная. То есть для меня, у меня на телефоне нет ни одной тени практически. То есть я вижу противника абсолютно везде. Так, берем формилочку, идем проверять зажимчик. Куда мы лезем? Я на Infinix играю. Не, в дальняк, конечно, неудобно с формилки играть. А вот этого мы... Опа. Уничтожили. Тут залез. Опять же, я говорю, я, учитывая то, что я играю обычно на огромном айпаде, мне немножко непривычно, но буквально спустя 5 минут я уже ощущаю себя более-менее комфортно. Ну, зарежем. Найс. И, кстати, вот чисто мое впечатление, что мне реально нравится, это то, что этот телефон, он не изогнутый, он прямоугольный. Он прямоугольный, и это позволяет мне его держать очень удобно. Лично мне очень нравится форм-фактор. Нет закруглений, мне не выскальзывает ничего. Прямо для игры, прям самое то реально. Кстати, самое важное, самое важное, что я играю на абсолютно, абсолютно максимальных настройках графики. И, блин, ну это реально... Ой, куда стреляем? Алло. И это выглядит реально бомбезно. Посмотрите, каждый листик просто идеально видно. Мне это безумно нравится. Ну, играть на высокой графике, я думаю, пацаны, это реально самое приятное, что вообще может быть в этом мире. И самое, кстати, я еще не упомянул, что я играю в 4 пальца и делаю это достаточно комфортно. То есть, 4 пальца, вот у меня, несмотря на то, что у меня достаточно... Ну, у меня средняя ладонь, у меня прекрасно помещаются пальцы на экране. То есть, это 6,7 диагональ, это, наверное, самое такое оптимальное для игр. И для того, чтобы это был еще и телефон, то есть, в который можно там звонить, смотреть видео и так далее и тому подобное. Что я могу сказать в завершении этого ролика? Честно скажу, лично мне телефон реально понравился. У меня были небольшие сомнения по поводу того, нормальный телефон для игры или нет. А оказалось, играть с ним максимально приятно. То, что он спонсирует игру стенд-офф, это еще более приятно. На самом деле, я в шоке от масштабов мероприятия. Я думаю, вот это вот отсюда. Я не знаю, камера, наверное, не передает, насколько здесь масштабно. Но Infinix и стенд-офф, они просто реализовали какое-то просто нереальное мероприятие. Вы видели кадры с турнира, я думаю, вы тоже в шоке с масштабов. И это очень радует, что Infinix и стенд-офф сделали такую коллаборацию. Я надеюсь, она будет продолжаться, то есть она не на один раз, не на один турнир, а будет-будет дальше-дальше-дальше. И в целом, я буду не против, если стенд-офферы массово начнут играть на этом телефоне, ведь он действительно подходит для игры. На этом мой ролик подходит к концу, я хочу с вами прощаться. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого телефона. Хотели бы себе такой или нет. Если хотели бы, переходите по ссылке под этим роликом, там есть подробная информация про телефон, где его можно купить дешевле, кстати. И как его можно купить. Поэтому, на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.